Доброе утро, мои дорогие! Ой, сейчас так смеялась. Саша прислала видео со щенком. Господи, какой же вот он маленький, да? Три месяца ему исполнилось. И какой он прям вот поддаётся дрессировке! С ума сойти! Уже голос даёт. Сидит, лежит, всё как положено. Уже и голос даёт. Кошка привыкла. Не обращает вообще на него никакого внимания. Что он есть, что его нет. Он на неё лает, а она лежит себе. Даже не поворачивается. Ну, правда, всё грызёт. Вот это кусается. Ну, не то, что кусается, он так прикусывает. Ну, играться лезет. Саша говорит, всё, все ноги объел. Хватает за живот. Не успеешь оглянуться. Может, и за нос прикусить. В общем, только смотри и смотри за ним. Куда он, что он. Ой, ну, что делать? Ребёнок. Ну, хорошенький такой. Рано, 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 рано. Голос. Голос. Нет. Вот. Голос. Ну, а я чего хотела сегодня? Не загадывался, конечно. Хотела ещё в Секунд съездить. Скоро мне уезжать в Крым. Вот. Надо ещё съездить, поглядеть чего-нибудь интересненького. А ещё надо... Вчера купила трафарет один. Ещё надо съездить в Леонардо посмотреть. Ну, не знаю, сегодня вряд ли очень устаю я. Что ходить приходится. Нога болит. Ну, надо вот потихоньку за последние дни. Надо нам с Костей будет в свободной коленке съездить на кладбище. Я прям вот... Меня прям тянет. В субботу маме 40 дней. Надо поминки сделаем. В общем, надо доделывать уже все свои дела. Да, отправляться потихоньку. Детям помогла, что могла. Морозы вроде везде закончились. Так что... Скоро отправляюсь. Неудачно у меня эта поездка. В смысле... Помните, летом у меня сломался телефончик старый мой кнопочный. И сломался так, что даже номера телефонов оттуда не вытащить. И, в общем, у меня получается... Кто нашёлся... Тоже, кто болеет, у кого ковид. У кого кто-то умер. Ну, а чего возраст у нас такой? В общем, как-то всё грустно. Вот. К подруге поехала. Телефона у меня нет. Звонила-звонила в дверь. Потом позвонила соседке. Она говорит, она к матери уехала в Самару. Мать старая там, больная совсем. Ну, в общем... Иринка болеет. Как-то, в общем, у меня в этот раз прям... В этом смысле неудачно. Ну, ничего, Бог даст, ещё приеду. Что ж. Вот, на улицу вышла. Слушайте, прям сегодня как-то тепло. Ветра нет. Сейчас пойду на почту. Дочистят девчонки ступеньки. А то там просто прокатиться можно, воткнувшись в дверь. Пойду ещё коробочку куплю. Одной посылкой у меня не получается никогда. Витя мне звонил. Ну, чего ты, скоро? Я говорю, ну, потерпи ещё недельку. Смеётся. Мне прям хорошо сегодня. Ну, вот. Одно дело сделала. Сейчас буду загружать. Останется место. Ничего сложного нет. Надо сходить будет ещё раз в магазин. Фикс прайс или секонд съездить. Да и всё. И загрузится. Ну, а что делать, если не купить ничего мне дома? Всё приходится отсюда тащить. Уже вчера Саша звонил и говорит, ты в апреле к нам приезжай. Так что старость меня дома не застанет. Ой. А птички летают. А что хотела сказать, девочки? Завтра маме моей 40 дней. Поминать будем. Да поминаем-то каждый день, Господи. Но всё равно 40 дней, это 40 дней. Написала мне там одна женщина, что вот раньше и не вспоминала, и не заезжала. Вот хочу объяснить вам ситуацию. Ещё раз говорю, ни один блогер вам не покажет всё, что происходит в его жизни. Ни один. Даже сам Вэл, который, кажется, уж там нет. Если я что-то не показываю, значит, не надо вам это. А мы к маме заезжали даже с Алинкой, когда Алинка уже не ходила. Мы её возили в Москву к врачам, в Мурманск, и Костя её на руках везде. Из машины в машину, из машины в дом, и всё равно заезжали. Я думаю, что Алинка хотела попрощаться, потому что она всё понимала. А мама даже не поняла этого. Она даже не спросила, а чё, Алинка, из машины не выходишь. Ну, в общем, старость – штука такая. Бывает очень неприглядная. Поэтому и не показывала. Но мама-то всё равно мамой остаётся. И плачу, и жалко, и... Вот. Так что не пишите такие глупости. Что считаем нужным, то и показываем. Правда, все в разной степени. Я вот стараюсь жесть какую-то не показывать. Сам Белл вот маму в таких ситуациях показывает, что ну просто вот... Ну, у него контент такой. Он на этом деньги зарабатывает. А у меня бы, например, и рука не поднялась показать маму в таком состоянии. Надо ж понимать-то всё-таки, а. Ну, ладно. Бог им судья. Вот. Вот. А я хочу вам молодую маму показать. А не ту старенькую. Старенькую. Что же это беспощадное время делает с нами? Вот так. Ну, ладно, мои хорошие, поехала я по делам. Осталось мне немного в Мурманске быть. Надо туда-сюда. Вот, я так подумала, что я не буду вам показывать сейчас, что я там покупаю. Я, наверное, потом приеду домой, посылки получу и вам покажу. А то я что-то забываю, что я показывала, что не показывала. Ладно. Ну, ладно. Ну, в общем, я поехала. Ну, вот, потеплело на улице. И каша. Вот сейчас бы это всё убрать бы как следует во дворах. Но ведь не успеют убрать. И потом опять всё это замёрзнет. Вот это минус, конечно. Вот этих северных городов. Это прям минус. А так как зима здесь гораздо дольше, чем тёплое время, то вот этот бардак. Вот эта машина уже сколько лет тут стоит. На самом краю. Всё под снегом. Ну, зато хоть теперь потеплело и очистили нормально ступеньки где, лестенки. Лестницы, лестницы кругом. Инесса, дорогая моя, я третий раз приезжаю и третий раз не могу. Дома нет никого. Нет у меня твоего телефона, но вот так случилось. Позвони мне. Ты же всегда меня смотрела. Чё такое? Уехала, что ли, куда? Или что случилось? Ну, я же переживаю. Давай, я жду. Это прям беда, когда пропадают телефоны по какой-то причине. Хорошо, когда есть у кого спросить чей-то телефон. А когда вот общезнакомых у нас нет, прям прям катастрофа. А я иду смотреть. Может, какие-то винтажные бусики попадутся. Ну что, мои хорошие, сегодня я опять в Леонардо пойду. Я забыла, что мне ещё нужно было купить. Вот. Сейчас пойду схожу. Да и девчонки просили кое-что там показать цены. Ну, мне сказали, значит, я пошла. Так, вот, просили показать из бисера. Вот, ну, видно, да, вам цены? Всякие-всякие-всякие-всякие тут. Солушки-кошечки. Цветочки-собачки. Ну, и цены видно, да? Я уж не буду повторять. Так, теперь вот тоже вот такие вот. вот картины там. Банечки-кошечки-то же, балеринки. Ну, а я вот шла за трафаретами, но мне нужны трафареты, такие, знаете, в стиле лофт, с крупными английскими буквами. Ну, этого тут нет. Кошечки-собачки, Новый год, прочее. Вот единственное, вот, которое я возьму. Вот такой вот. Ну. Надо заказывать на Алиэкспрессе. Вот по петроли. Кто не знает, это вот такие вещи. Вот такая красота. Вот. Ну, 150, 250, 450, 300 рублей. Красиво. Мне нравится. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ну. Вот довольно-таки недорогие. Лейка вон какая. 206 рублей. Хе-хе. Это папье-маше. Зашла в бусинки, думала, может, появились опять те, которые я забрала. Фурнитуру последнюю. Нет. Так, ладно, сейчас что-нибудь все равно посмотрю. Тесемочки, кружевчики. Разные, разные, разные. Ну, какие. Ну, какие. Всякие. Всякие. Всякие от самых простых. Вон, резинок только сколько. Давай. Прям как цепи. Одних верёвок, верёвок сколько. Разные толщины. Ну, разного цвета. Булавочки всякие. Так, ну, ладно, я кое-что взяла. Пойду-ка я отсюда. цены в основном просто какие-то не знаю. Фурнитуры и так-то выбора нету. Ещё и просто. Хотела цепочки купить под золото. Ну, разного диаметра колечки. Ну, просто. 280 рублей метр. Ну, вы чё. Нет, я уж лучше на Алиэкспрессе закажу и подожду. Ну, форму, посмотрите, для выпечек. Ну, они не только для выпечек идут, понятное дело. Они и под цемент идут замечательно. Ну, не знаю. Я вчера вон себе рыбку купила за 50 рублей. Ну, что это? Нет. Мне такие цены не нравятся. Вот, знаете, если бы не было Алиэкспресса, да, может быть, так вот и, ну, такие цены и такие. А когда есть с чем сравнить, ну, прям, ну, как-то несерьезно. Уж я не знаю, это для меня-то, для живучей в Крыму это проблема Алиэкспресс. И то, как-то выходим из положения. А уж, живя в Мурманске, и вот это вот, да, ну, себя не уважать, переплачивать такие деньги. Так, зайки мои, ходить я, конечно, не буду, но я так прокачусь, по лесенкам. Покажу вам. Я уже устала ходить. Ну вот, он большой магазин, огромадный. европейские тут тоже магазины есть, бершки. Вот это все. ну и наши тоже. А мне надо купить сигарет и ехать домой, а то у меня уже ноги отваливаются. так, а я хожу, смотрю. Вот ругают меня многие там секонд-хенды не любят. Я ищу вещи новые. они просто так. Их тут вон. Видите? Тут, кстати, очень неплохая блузочка. Надо мне посмотреть, какой она размер. Ну что, пойдемте повеселю вас по берегу. Какие штаны клевые. Я бы взяла, но не мой размер. Ну, повеселить не получилось, потому что собой не смешно. вот не знаю. Давно у меня не было вот таких каких-то вещей. А в то же время вот не знаю. Америка. Не просто так. Ну вот не знаю, девчонки. Надо подумать. Так хочется что-то поярче. А влезают почему-то только темные или серые. Остальное просто не влажит. Ну, дюймовочка. Одно слово. Карманная женщина. Только какой карман надо? Машина бедная. То заносят, то не проедут. Я уже все ноги изломала. Вот пока дошла от автобуса, это кошмар. Так, все. Раз такая погода, пора валить в Крым. Ну, а что это? Вот, смотрите, что делается. Ползла. в Крым. Ну, и где вот они, уборочная машина-то? Где? Вон, человек из колеи не может вылезти, сползает, и все. Кошмар. вон ползет какой-то. Не, на улицах-то, ну, на обычных-то нормально все. А вот эти вот, которые во дворах, это просто полный пипец. ну. И что-то я не вижу, чтобы прям рвались чистить, понимаете? Я говорю, а потом замерзнет это все. Вон, дяденька, встал и никак. посмотрите, какой я себе салат сделала. Помидоры, редиска, маринованные грибы, креветки. Ну, и мы у нас. Так, есть захотела? Даже зеленушку не порезала. Ну, вкусно получилось, однако. Зато быстренько. Слушайте, что-то вот две недели уже тут в Мурманске и вот только сегодня нашла десяточку с городом. Да это вот такая грязная, аж не вижу, что за город. Сейчас мы ее в кетчуп очистим. Девчонки, можно и бижутерию чистить кетчупом, но не всю. и самое главное не пропустить момент. Нельзя долго держать бижутерию, надо смотреть, чтобы она не дала розовый цвет. Кто она быстро бывает дает розовый цвет. Сейчас мы ее почистим. Ну, вот, две минуты. Две минуты. чуть-чуть чуть-чуть вот я щеточкой потерла. Так, и вот уже видно, что это город Дмитров. Сейчас помоем. и блестит, как новый. Видишь? Ну, вот остались там какие-то вот эти черненькие. в такой надо попробовать в мыльной воде, может быть. Видите, какой хороший Дмитров. Но у меня есть Дмитров. я думала, это какой-нибудь, которого у меня нет. А у меня, наверное, они все есть, потому что я их очень давно собираю. Ну, что, облазила всю комиссионку. Вот, купила вот такой шарф. Ну, уже знают люди, что я вяжу из них такие-то потушки. Вот. Бумажка тут приклеена. Он вообще новый, неношенный. Я люблю покупать новые вещи. Так, вот такой шарфик. Это голубые, это бабочки. Он большой такой, как палантин. Тоже новенький. И вот такой вот новенький шарф. Прям он вот так сделан. Как-то там пропущено что-то, ниточки. В общем, вот такой вот. Вот. Сделаю тоже шарфик. Ну и купила там бусины винтажные. Ну, прям винтажные, но это пластик. Вот такие. Мне просто очень нравится такая форма бусин. Но здесь вот эти серенькие, как-то они то ли краска эта стирается с них, а может они просто так покрашены. фиг как знает. Не знаю. Ну, в общем, надо это все вымыть. Я из них потом что-нибудь сделаю. Они не маркированные, поэтому вот такие вот старые. Старые, прям старые бусины. ну, тоже они на нитке не маркированные. Я их взяла чисто как материал. Вот эти вот диски. Они мне нужны. Вот. И купила тоже винтажный пластик. Да, внешний. Видите, какой замок. я купила из-за этого замка, во-первых. А потом у меня были такие бусы. Были. В 70-х годах, по моей молодости, были такие бусы. Только цвет у них был другой. Так что это пластик винтажный. Ну, я их переделаю. Были бы они с маркировкой, другое дело. А так переделаю. Такие интересные формы. бусин. Так что сегодня не было камушков. Были. Были бусы. Но, девчонки, вот эти, вот знаете, галтовка, неровные вот эти бусины, которые у меня уж их несколько раз я переделывала. Вот эти белые, коричневые, зеленые, неровные, это, знаете, вот недавно только переделывала. Я их не стала брать, что-то они мне надоели. как ты зовёшь Людмилу Викторовну? Умила Викторовна. Умила Викторовна. Ну, крикни, как ты прям, как ты зовёшь, ты её кричишь? Умила Викторовна. Умила Викторовна. не так. Как ты кричишь? Умила Викторовна. Ты так кричишь, душераздирающий, да. Позови. Позови, позови, ну-ка. Умила Викторовна. Ой, ты мой хороший. Смила Викторовна. Умила Викторовна. Смила. На сосисском сестье запали. Нет. Куда потащить? Да я тащу. Смила. Смила. Я тащу. Снял штаны с голой задницей. Саш, зубы-то пожалей, Саш. Зубы пожалей, шо ж ты тащишь? Всё, Гришка уже безумаялся. Вот так вот. Ой, каждый вечер у нас. Веселуха. Что ты там в рот засовываешь, Саш? Что это? Эмстык. Язык делаешь такой. Бабушка, смотри, бабушка. Теорида сосисков в тесте. Моя сосиска в тесте. Штаны брошенные посреди кушни. Собака. Укусил за руку. Это ты про него так? Нет, это просто изобили. Ой, девочки, смотрим фильм. Называется Огонь. Это про то, как вот тушат ребята наши лесные пожары. Ой, такой фильм, прям, ой-ой-ой. Всё тут, деревня в Карелии, в деревне свадьба, женщина рожает, кругом огонь. В общем, ой-ой-ой. Посмотрите, очень такой душевный фильм, переживательный. И актеры прям такие хорошие играют. Прям хорошие. Правда, правда, посмотрите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова